Всем привет! Новая версия KAKANI 2.1 не заставила себя ждать. И сейчас вы узнаете, что в ней нового. Камера получила несколько улучшений. Теперь вы можете создавать камеру как отдельный тип слоя. Таких слоев может быть несколько. Это позволит вам, к примеру, чередовать крупный и средний план. В общем, камера стала более привычной. Кроме того, камеру теперь можно анимировать. В нашем распоряжении позиция, размер, поворот, траектория и тайминг. Тайминг, кстати, настраивается так же, как и при обычной автофазовке. Вид из камеры, к сожалению, пока доступен только в режиме проигрывания анимаций. В окне рендера появилась новая опция Adjust Stroke Width During Camera Zoom, которая позволит вам сохранять оригинальную толщину штрихов, независимо от размера камеры. Также при выводе в секвенцию изображений можно выбрать параметр Camera Multi-Resolution, что позволит экспортировать каждый кадр в разрешении, в котором находится камера в кадре. Вынужден предупредить, что камера еще не адаптирована под экспорт в After Effects, в режимах послойного рендера и рендера группами слоев. Будем ждать обновлений на эту тему. Граничные штрихи также получили несколько улучшений. Самое важное изменение — это возможность связывать граничные и окклюзионные штрихи. Что это значит? Давайте я продемонстрирую на примере. В некоторых ситуациях граничные штрихи начинают прятать все окклюзионные, которые вы прятать не хотели. Теперь можно указать, какие именно граничные штрихи должны действовать на выделенные окклюзионные. Проследить, что на что действует, можно по индикаторам. Это позволит обезопасить вас от нежелательных результатов. Подчеркну, что это улучшение решает много проблем с клинапом. Чтобы убрать связь между штрихами, нужно выделить окклюзионный и граничный штрих, затем воспользоваться командой Unlink Boundary Occlusion Strokes. Панель граничных штрихов теперь закреплена в верхней части холста, так как раньше она могла мешать выделению штрихов. Теперь после использования опций Unincluded Strokes и Clear Boundary Settings штрихи будут сохранять спрятанные сегменты. Таким образом можно продолжить их редактирование вручную, используя сегмент Tool. Опция Clear Boundary Settings теперь поддерживает работу с несколькими выделенными кадрами сразу. Инструмент Stroke Editor получил небольшое, но очень долгожданное улучшение. Теперь в режиме Smooth Edit Mode разбитые ручки Безье не будут соединяться как раньше. А это значит, что наконец-то в этом режиме можно работать с углами. Примитивы также получили важные улучшения. После создания примитива он автоматически конвертируется в обычный штрих. Теперь их можно редактировать без каких-либо ограничений. Слой изображения теперь можно анимировать. Для этого трансформируйте изображение в выбранном кадре. Выделите кадры, трансформацию которых нужно интерполировать. Кликните по холсту правой кнопкой мыши и выберите команду In Between Image Positions. Движение будет интерполировано, ориентируясь на первый и последний кадр вашего выделения. К сожалению, при интерполяции тайминг контролировать нельзя. Но для простого скроллинга фона этого будет достаточно. Ну и наконец, совсем небольшая, но полезная фишка. Свернуть и развернуть группу слоев теперь можно просто дважды кликнув по области, где отображаются номера ключей. В заключение поделюсь своим мнением. Как они стало лучше и удобнее. Новая камера и граничные штрихи уже не раз пригодились мне на практике. И здорово меня выручили. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.